Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на его центральном матче, на столичном дерби между ЦСКА и Динамо. Временами это противостояние называют братским дерби, потому что действительно между динамовцами и армейцами очень тесные и дружественные взаимоотношения. И знаете, я не припомню других двух столичных клубов, которые настолько бы дружили друг с другом. Но, конечно же, когда дело доходит до футбольного матча, здесь на поле кипят страсти, здесь уже не до дружбы, не до братства, потому что нужно набирать очки. Ну и в результате в этом противостоянии, в этом чемпионате пока что сильнее армейцы. ЦСКА добились победы и давайте обсудим, каким образом коллектив Гончаренко обыграл Динамо. Причем, хотелось бы отметить, обыграл не просто Динамо, но еще и Динамо под руководством нового наставника, немецкого специалиста Шварца. Но сперва хотелось бы посоветовать вам сайт FanTeam, который посвящен фэнтези-футболу. Это крупнейшая фэнтези-площадка Европы. Здесь вы можете собрать свой собственный состав и поучаствовать в многочисленных соревнованиях. И главное, сейчас начинается сезонный фэнтези-турнир по групповому этапу Лиги Чемпионов. Вы можете взять в свой состав грандов мирового футбола, а можете набрать футболистов из российских команд Зенита, Локомотива и Краснодара. И вместе с этой командой вы можете не просто выиграть турнир, но и заработать вполне реальные деньги. Призовой фонд данного состязания 250 тысяч евро, а победитель получит 50 тысяч. Проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и собирайте свою команду на фэнтези-сайте FanTeam. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. И пройдемся сперва по ЦСКА, потому что было интересно, как же армейцы будут решать свои серьезнейшие проблемы в обороне. Потому что здесь по-прежнему нету Фукса, нету Набабкина, нету Магнусона. Ну и теперь еще и нету Марио Фернандеса, основного правозащитника. И вот в этих условиях Гончаренко принял решение перейти изначально на схему с тремя центральными защитниками. И здесь появился Васин, здесь же появился Дивеев, недавно восстановившийся от травмы. И тут же появился Карпов. Ну, связка, мягко говоря, пожароопасная. Потому что Дивеев, конечно, неплох, но он только после травмы. Ну а что касается Карпова и Васина, они всего разных причин достаточно такие, знаете, экстремальные, я бы сказал, защитники. Потому что повезти может и тот, и другой. И после этого начинается такой русский экстрим в обороне ЦСКА, что мало не покажется. Но зато за счет этой плотной схемы удалось максимально нивелировать некоторые недостатки отдельно взятых игроков. Например, медлительность Васина. Потому что в схеме с тремя центральными его тихоходность не так заметна. Справа же появился Мэр Дишвили. Ну, вот такая вот универсальность есть у этого футболиста. Хотя для справедливости отметим, что это обычное дело, когда опорники способны сыграть справа в защите. Слева появился Зайнудинов. Таким образом, на обоих провках действовали здесь игроки непрофильные. Потому что все-таки по одным позициям и Зайнудинов, и Мэр Дишвили это футболисты совершенно иного типажа. Но приходится вот так вот здесь изгаляться и заширяться. В центре поля остался, получается, один только Обликов на позиции опорника. Что, конечно, было серьезным риском. Поближе к атаке Влашич. Ну и атакующая группа Кучаев около Влашича и Обликова. Его даже можно отнести еще к средней линии. Ну и плюс в нападении Чалов Эджуки. Что ж, это действительно очень наступательное сочетание, несмотря на схему с тремя центральными. Тем более, что ЦСКА далеко не весь матч провел в этой расстановке. И постепенно в рамках этой встречи перешел на схему с четырьмя защитниками. Собственно, это произошло уже на 20-й минуте, когда вместо Карпова появился Алан Загоев. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Пока что сосредоточимся на составе Динамо, потому что, согласитесь, интересно посмотреть, как будет строить свою команду Шварц, новый наставник. Хотя, на мой взгляд, пока что он пользуется исключительно наработками предыдущих наставников. Тем более, что на многих позициях у Динамо особо и выбора нет. Вот, например, слева появился Слепов, молодой игрок, во многом потому, что здесь нету альтернатив. Морозова недавно отдали в Уфу на правах аренды. Ну, а что касается Порщевлюка, он встречу пропускал, поэтому здесь нужно было кого-то ставить. Поставили Слепова, молодого игрока, который уже показывал себя в текущем сезоне. В центре обороны Евгеньев Ордец. Тут без сюрпризов, слева Скопинцев. Опять же, все по заветам предыдущих наставников. В воротах, понятное дело, Шунин в опорной зоне Мора. И здесь же Фомин под нападением Шиманский. Ну и атакующая группа вновь без чистого центрфорварда, без Камличенко. Хотя, понятное дело, Николай появился по ходу встречи здесь. С первых минут вышли Лесовой, Крулев и Нжье. Вообще, любопытно, что Камличенко, который вызывается в сборную и упорно вызывается в сборную Станиславом Черчесовым, в последнее время, не получает стабильной игровой практики в своем клубе. Это говорит о том, что у нас в национальной команде есть проблемы с недостатком качественных кадров. И о том, что Черчесов принимает порой не самые взвешенные, как мне кажется, решения. В первом тайме забитых мячей не было, но в целом игрушка была достаточно событийная и интересная. Моменты были и у тех, и у других. Если определять одну команду, которая действовала успешнее в этом нулевом первом тайме, то, наверное, это был московский ЦСКА. Потому что, если мы смотрим статистику, здесь 8-2 по ударам, 60 на 40 практически процент владения в пользу армейского клуба. Ну и главное, здесь, в общем и целом, армейцы смотрелись по старее ворот соперника. То есть, это не просто были чисто статистические удары, которые не несли опасности. Нет, ЦСКА действительно был ближе к тому, чтобы забить мяч. Причем, что характерно, Динамо здесь даже пожарил в своей защите. Вот так вот мы ждали привозов от армейской обороны, а пожарить здесь начали защитники Динамо. Например, Ордец отдал мяч Чалову и после этого в той ситуации ЦСКА мог забивать. И там Шунину еще пришлось поучаствовать, перевести мяч в перекладину. Поэтому здесь жара была еще та у ворот Антона Шунина. Ну и Акинфееву тоже пришлось поработать. Причем, в принципе, Динамо-то создал свой момент первым. Нжье мог забивать мяч уже, по-моему, на 10-й минуте, но Акинфеев потащил. Поэтому здесь, теоретически, игра, конечно, могла идеально сложиться для Динамо, если бы они реализовали свой быстрый гол, а дальше постепенно перешли к оборонительной игре. Но, а так, понятное дело, ЦСКА обладал преимуществом в классе исполнителей, ЦСКА более сыгранная команда. И, несмотря на все свои проблемы в составе, ЦСКА изначально смотрелся фаворитом. Если говорить об игре Динамо, если здесь какие-то изменения с появлением нового наставника, я хотел бы отметить, что команда действительно старается активно прессинговать. И в том же самом первом тайме, обратите внимание, 17 отборов выполнено было Динамовским коллективом за 45 минут. Причем здесь участвовали все шиманские, 4 отбора лесовой, 2 отбора в первом тайме и так далее. Почему я говорю о первом тайме? Ну, потому что во втором Динамо, как мне кажется, немножко подвис в плане физики, не хватало силенок им на вторую половину встречи. А во-вторых, они там еще и в меньшинстве остались. Поэтому, если говорить о прессинге Динамо, то в первую очередь нужно отметить стартовые 45 минут, где действительно Динамовцы пытались прессинговать, активно это делали. И это вполне себе соответствует тренерской методике нового наставника Сандро Шварца. Плюс к этому атакующая группа достаточно быстро перемещал мяч вперед. В общем-то, состав этому вполне себе соответствовал. Потому что Фомин, центральный хавбек, способен подключаться к атакам. Тот же самый Моро, он также великолепно разгоняет наступление Прошиманского вообще молчу. Поэтому здесь, как я и говорил, в разбое нового наставника Динамо Шварца, я уже отмечал, что состав Динамо подходит его философии футбола с быстрым переходом из обороны в атаку. И учитывая то, что ЦРСКА, в принципе, играл первым номером, как мне кажется, динамовцы могли бы иметь успех в этой стратегии. Но была серьезная проблема с тем, что все-таки коллектив не до конца освоился в этой методике, не до конца к ней привык. И все вот эти попытки скоростного перехода в наступление, зачастую они заканчивались ошибками, неудачными передачами. И вообще, обратите внимание, у Динамо достаточно высокий процент брака в этой встрече. То есть, по статистике, их процент точных передач очень низкий, у ЦРСКА он куда выше. И это тоже говорит о том, что Динамо еще нужно адаптироваться под новую стратегию и под новый формат работы. Ну а во втором тайме, как мне кажется, Динамо, к сожалению, просто просел в плане физики. Исчез прессинг, который был так эффективен в первой половине встречи. Команда потеряла свою мобильность, свою скорость. И в результате, уже на шестой минуте второго тайма, ЦРСКА забил свой мяч. И здесь, конечно, хотелось бы отметить Чалова с великолепной передачей на Константина Кучаева. Вообще, у Федора в этой встрече была роль вот такого, знаете, местного Бобби Фирмину. Футболиста, который углублялся, много разыгрывался на это, много поддерживал партнеров. И в результате, в каком-то смысле, ЦРСКА вообще действовал без классического центрфорварда. Но зато Федор выполнял очень много ускорений, отвлекал на себя внимание. И помогал другим футболистам команды освобождаться и получать свободные зоны. Ну и, конечно, нужно отметить, что оборона Динамо действовала не лучшим образом. Во втором тайме, да и в первом, они, в общем-то, позволяли сопернику создавать моменты. Но вот здесь данный процесс только углубился. Шансов у ЦРСКА стало больше, они забивали мячи. И причем в данном случае списывать все на удаление нет никакого смысла. Потому что команда пропустила все три мяча, играя в полном составе. Это дальше Евгеньев нарвался на красную, а так-то все три мяча были забиты в других ситуациях, когда играли 11 на 11. Второй мяч был забит ЦРСКА со стандарта всего через три минуты после первого. И здесь, опять же, можно отметить не самую лучшую работу защиты Динамо. Но нужно отметить, что и ЦРСКА немножко повезло, что вот так вот отлетел мяч прямо к Аджуке. И тот поразил ворота соперника. Ну и все-таки нужно отметить, что Динамовцы тоже не бросали играть в этот момент. Они опомнились, через три минуты они сами забили мяч, сократив отставание в счете. Но, с другой стороны, коллектив создавал моменты с большим натугом, с большими проблемами. Было видно, что ЦРСКА поразнообразнее в атаке, поинтереснее. И даже после того, как ЦРСКА отказался от схемы с двумя центральными нападающими. Но будем называть их так, потому что Эджуки сняли и выпустили Тик Низян. Даже после этого ЦРСКА все равно создавал шансы, создавал моменты. Ну и, в принципе, даже если брать отрезок с 45 по 75 минуту, то есть второй тайм, когда команды играли в равных составах. Здесь, когда действие было 11 на 11, у ЦРСКА по-прежнему был тот же процент владения, что и в первом тайме. 60 на 40, также был перевес по ударам 6-2, поэтому здесь, повторяю, списывать все на удаление Евгеньева не стоит. Динамовцы во втором тайме просели, исчезла их активность. Ну а после того, как красную получил Евгеньев, понятное дело, шансов отыграться было уже минимум. Хотя Динамо попытался, конечно, пойти вперед, они били поворотом соперника, но ни один из этих ударов не стал голевым. А вот ЦРСКА еще во время игры полными составами успел забить третий мяч. И здесь, конечно, нужно отметить Дивеева, центрального защитника, который таким образом, ну, можно сказать, триумфально возвращается в состав после травмы. Разумеется, нужно обратить внимание на то, что обороны Динамо действовал не лучшим образом, но Дивеев-то каков. А вот что касается Шварца, как мне кажется, он запоздал со своими свежими игроками. Камличенко вполне возможно стоило вводить пораньше, потому что когда он вышел, ему там оставалось всего несколько минут до того, как команда осталась в меньшинстве. То есть он в полных составах толком поиграть не успел. Только вышел на поле, пока освоился, пока адаптировался. И тут хлопс, и твоя команда остается в меньшинстве. В результате в концовке самый опасный момент у Динамо был в исполнении Горулева, когда он нанес удар, а Акинфеев потащил. И возможно, если бы там не было Игоря с его фантастическим вратарским талантом, если бы ЦСКА пропустил второй мяч, тогда бы появилась интрига. А так, счет 3-1 все-таки уже обеспечивал армейцам определенный гандикап. Ну а когда соперник действует в меньшинстве, тут уж ЦСКА мог относительно спокойно доводить эту встречу до победы, до победы в этом братском дерби. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!